Образовательным учреждениям Верхней Олжи в эту среду вручили ключи от новых автобусов «Газель-Некст». Торжественное мероприятие прошло на площади Михаила Тверского. 11 машин стали подарком учителям и школьникам перед началом нового учебного года. На вручение побывала Наталья Чекет. Ключи от школьных автобусов вручаются. Пашукову Александру Владимировичу, главе Весегодского муниципального округа. Вручение школьных автобусов уже стало доброй традицией перед началом нового учебного года. Ведь кто-то, чтобы сесть за парту, может просто перейти дорогу. А ребятам из отдаленных сельских поселений надо проехать не один километр. И такая поездка должна быть комфортной. Эти сверкающие желтой краской машины направят в 10 школ 9 муниципалитетов Тверской области. Очень многое зависит от того, с каким настроением наши ребята придут в класс. Понятно, что первыми, кто встречает их, даже не директор школы или не классный руководитель, а именно водитель нашего школьного автобуса. Конечно, это очень важно для родителей, которые будут уверены в безопасности своих детей, как они доберутся до школы и как возвратятся домой. Новый транспорт заменит устаревший, который не соответствовал требованиям безопасности. Каждый автобус рассчитан на 23 посадочных места и оснащен всем необходимым для перевозки детей. У нас дети учатся с 15 населенных пунктов, и нашей сельской школе очень важен новый автобус. Мы его долго ждали и очень рады, что наконец-то мы его получили. Водительник Людовской средней школы Алексей Кутельников возит детей 11 лет. Раньше ездил на пазике, а теперь оценивает комфорт нового транспорта. На пазике шум, а здесь комфорт, удобство. Ну и много чего нового. Ну вот камеры, к примеру, 4 штуки. Камера водителя вот стоит, камера стоит на входящих детей, и задний салон тоже камера, все видно. Кроме того, транспорт оборудован аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и оснащен тахографом. Работа по обновлению парка школьных автобусов проводится в регионе уже на протяжении нескольких лет. Всего с 2019 года в муниципалитеты Тверской области поступило 221 единица, закупленная при федеральной и региональной поддержке. Сегодня у нас идет очень комплексная работа по развитию системы образования. Это улучшение материально-технической базы и самих школ, дошкольного образования, средних учебных заведений и, конечно, оснащение транспортом всех муниципалитетов. На новом транспорте учащиеся будут добираться не только до школ, но и к местам проведения спортивных соревнований, научных олимпиад и других мероприятий в регионе. Системная работа за последние годы позволила нам обновить наш автопарк, и мы теперь спокойны за наших ребятишек. Надеемся, что эта традиция у нас не прервется. Комфорт этих автобусов ученики оценят совсем скоро. На День знаний школьники Весегонского, Молоковского, Макса Тихинского и целого ряда муниципалитетов отправятся на новом транспорте. Продолжение следует... Продолжение следует...